здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я века сегодня мы вяжем очередную серию простых следков тапочек балеток вот такие вот крючком сегодня у меня потому для тех кто не вяжет спицами и как я говорила я известные модели такие популярные модели будут переигрывать на крючок то есть двух вариантах будут видео и крючком и спицами сегодня вяжем крючком вот такие вот малетки нитки я взяла тонкие смотрите 200 метров 50 граммах вот такие носочные крючок три с половиной миллиметра первым делом я набираю цепочку из 40 воздушных петель 40 и первый ряд вижу струбиком вообще обычным столбиком без накида не очень затягиваю чтобы полотно было таким эластичным вообще этот узор у нас состоит из одного ряда я надеюсь что вам видно кому не видно я вставлю видео из толстых ниток чтобы было понятнее и еще один вам совет мой кто не успевает проследить за узором кому непонятно ставьте видео в этом просто переключите в настройках видео на медленный режим то есть делайте его в два раза медленнее именно кусочек посмотрите где где вам непонятно и тогда вам все станет понятно тогда вязали мы до конца ряда эти последние петли делаем воздушную петлю подъема эту петлю опуска от оставляем и вяжем со следующей но хватаем за заднюю стенку и так далее вот это весь наш узор мы вяжем столбик без накида но за заднюю стенку сейчас я в этом моменте ставлю видео замедлил на толстых нитках чтобы вам было понятно и набираю цепочку так вот эту петлю пропускаюсь и следующий вяжу столбик без накида делаю одну воздушную петлю подъема и вязание это продолжаю вот эту петлю подъема пропускаю следующую петлю но за заднюю стенку видите столбик без накида за заднюю стенку снова воздушная петля подъема поворачиваемся и со второй петли начинаем вязание то есть первые вторые все ряды у нас одинаковые и вот этим вот узором мы продолжаем вязать ровное полотно мы хорошо разбираемся с размером вот такой вот прямоугольник я связала теперь смотрим ширина этого прямоугольника 16 сантиметров но вы можете 17 скажем так потому что вязка зависит от того какие нитки видите у меня она получается такое подтянутая под под растянутой поэтому я буду стягивать это придавать форму обвязкой а вы смотрите длина что касается длины длина моей стопы 24 сантиметра а длина заготовки у меня 19 сантиметров 19 сантиметров так что длина у меня от длины стопы отнимаем 5 сантиметров то есть вы меряете свою ножку отнимаете 5 сантиметров и это длина вашего как бы вашей заготовки еще проверяем по ноге вот так вот берем свою стопу натягиваем и вот так вот видим что нам подходит да это наше теперь 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 мы будем сшивать так я оставляю по длине нить обрезаю и так теперь сшиваем сначала пятку делаем обычным способом складываем пополам так как у нас здесь нет лицевого изнаночного ряда вязка у нас двухсторонняя у нас нет лицевой стороны обе они одинаково просто складываем пополам и сшиваем вот смотрите здесь у меня остается где-то два сантиметра я сделаю один узелок здесь закреплю и теперь просто кто видел мои видео те уже знают что пятку мы формируем такие таким вот образом просто собираем оставшиеся петли и стягиваем для формирования пятки вот так вот теперь еще сделаю парочку узелков так теперь носочек снова далее складываем пополам точно также так и теперь отмеряем от сгиба 3 сантиметра теперь данном случае и здесь я делаю узелок прихватываю и делаю такую вот узелочек так теперь я тоже точно так же собираю здесь на иглу вот эти вот петли и стяну их просто так вот так вот этот уголок отгибаем вот видите вот у нас как бы отделяем этот треугольник вот так вот и прошиваем обе детали под этим углом как бы отшиваем этот треугольник сделаем делаем узел наверху нить обрезаем и будем обвязывать вот видите вот так вот это выглядит кто не видел видел видео с такими тапочками спицами так девчонки обвязывать я буду буду образец вот такими нитками немного другого цвета если же у вас вот к сожалению меня тонких ниток не нашлось в цвет как бы вот этим вот и вот этим этим ниткам поэтому я взяла вот такие вот а лучше всего будет однотонная нить то есть если у вас вообще будут они однотонные будет еще красивее это мой совет теперь буду делать обвязку таким вот образом достаю одну петлю 3 воздушные петли 2 3 и делаю пико то есть возвращаясь в первую петлю из нее вывязываю столбик без накида теперь вот здесь вот наш узор видите вот эти дорожки вершины вот вязать мы будем в каждую вершину столбик без накида 3 воздушные петли и возвращаемся вот прям вот видите вот в этот как бы столбик не в дырочку из которой мы вязали а сам пир столбик так далее столбик 3 воздушные петли и замыкаем вот видите вот такие вот как бы это довольно оттуда я здесь буду вязать чтобы этот краншик у меня как бы принял форму вот по кругу я продвигаюсь до конца вот прям отсюда прям папа по прямой потом вот здесь вот и да и обратно смотрите идите обвязала я эти треугольники теперь уже когда я возвращаюсь домой я вот здесь вот где у меня стык просто так вот проткну обе обе детали и провяжу столбик далее продолжаю вязать до конца своим узором этим просто я его вот так вот таким вот образом соединила вот я закончила по кругу теперь я вот здесь вот просто спрячу это парочку по полустолбиков провяжу чтобы ушла нить и сверху увести нить и сверху так теперь девчонки смотрите раскладываем вот эти наши крылья так называемые и будем пришивать вот визуально даже можете измерить делим пополам вот эту часть вот допустим по два с половиной сантиметра и пришиваем прошит прошиваем вернее вот так вот именно в половине этого как бы этого треугольника теперь вот здесь вот я вот так вот несколько стежков передвигаясь на другую сторону если не хочется нить обрезать какая-то ниточка и эту сторону точно так же я в половине прошиваю вот теперь я передвигаюсь на центр вот этого складываю вот эти вот два уголка и соединяю их как бы вот так вот нефть можно не встык прям точно точно чтобы нести просто вот так вот складываю их видите вот такая вот у нас получается конструкция я беру сейчас сейчас для пуговицы на беру другую нить потому что это игла не пролезает как последний штрих я пришиваю вот сюда вот пуговицу по центру вот смотрите пришла я пуговицу вот такие вот у нас сегодня балетки следочки крючком девчонки соответственно можно пришить стильку войлочную это будут натуральные балетки тапочки вот а я с вами прощаюсь девчонки ставим лайки подписываемся на канал на инстаграм не забываем ставить в инстаграме хэштег с изделиями по моим мастер-классом вяжем с викой и ваши изделия будут появляться потом следующих видео эти фотографии обязательно буду оставлять следующие видео все мои хорошие пока